Вызывает преступный приказ Турчинова использовать армию для подавления протестов, отмечается в заявлении. Требуем отставленников Майдана, цитирую, свергнувших легитимного президента Украины, немедленно прекратить войну собственным народам, выполнить все свои обязательства по соглашению 21 февраля. Западные спонсоры майдановцев, особенно те, кто досвидетельствовал упомянутые соглашения, а также стоящие за ними Соединенные Штаты, обязаны обуздать вышедших из-под контроля подопечных, заставить их отмежеваться от неонацистов и прочих экстремистов, прекратить применение вооруженных сил против украинского народа и незамедлительно начать подлинный национальный диалог с равноправным участием всех регионов в интересах скорейшего проведения радикальной конституционной реформы. Именно от Запада, говорит в сообщении, сейчас зависит возможность избежать гражданской войны на Украине. Это сообщение стало ответом на действия официального Киева. Новые украинские власти приняли решение использовать армию для подавления протестных настроений на юго-востоке страны. Об этом около часа назад заявил назначенный Верховной Радой исполнять обязанности президента Александр Турчинов. Выступая с видеообращением к нации, он заявил, что Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением вооруженных сил. При этом Турчинов вновь привычно кивал в сторону России и вспомнил историю с Крымом. Совет Национальной Безопасности и Обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины. Для тех, кто не стрелял в наших силовиков, кто сложит оружие и покинет захваченные административные помещения до утра понедельника, я в подписанном указе дал гарантии неприменения против них соответствующего наказания за совершенные действия. Мы готовы рассматривать вопрос существенного расширения полномочий регионов и широкой реформы местного самоуправления, а также обновления власти на местах. Но каждый, кто в поддержку агрессоров и оккупантов ведет вооруженную борьбу против нашей страны, не уйдет от наказания ответственности. Сегодня же Турчинов подписал указ с громким названием о мерах по обеспечению консолидации граждан Украины и прекращению гражданского противостояния в Донецкой и Луганской областях. Первой точкой на карте, где новые украинские власти решились на силовую операцию, стал небольшой Славянск, городок в сотни километрах на север от Донецка. Утром глава МВД объявил о начале спецоперации против активистов народного ополчения. Городу были стянуты силовые подразделения, по некоторым данным, из западных регионов страны, так как местные милиционеры применять оружие против своих земляков отказались. Днем начался штурм, блокпосты расстреливали в том числе и из гранатометов. Сообщается, что среди сил самообороны есть раненые и, возможно, погибшие. Есть информация о жертвах со стороны силовиков, погиб офицер СБУ. То есть, по сути, на Украине началась гражданская война и развязали ее новые власти из Киева, отправив боевые подразделения против тех, кто требует федерализации Украины и проведения референдума. Называя спецоперацию антитеррористической, в Киеве, похоже, забыли, что такие операции проводятся против террористов. На Украине же целью удара стали мирные граждане собственной страны, высказывающие на митингах свою политическую позицию. Теперь самым вероятным итогом такого развития событий может стать окончательный развал Украины как единого государства. Как стало известно, Киев направляет в район Славянска резервный батальон Национальной гвардии. Как сообщается на сайте МВД Украины, в составе батальона 350 бойцов из числа резервистов и членов самообороны Майдана. Сейчас бойцы получают обмундирование и оружие. Продолжение следует...